Прошу, чтобы мы сейчас так организовали всю работу, чтобы в момент поступления федеральных средств сразу началась стройка. Потому что август с учетом конкурсных процедур может быть уже критичным месяцем, а нам, конечно, нужно, чтобы люди увидели результаты в этом году. Поэтому я прошу вас дорожную карту строительства, эту инфраструктуру разработать и отслеживать ее при необходимости в взаимодействии с смежными органами власти, с Министерством экономики, с Министерством транспорта, с Елизовским муниципальным районом. Но на своде, чтобы оно у вас в каждый момент времени было доступно и было понятно. Что касается агломераций, я прошу представить в короткие сроки по каждой агломерации из пяти примерный план ее развития по участкам и тоже дорожную карту по фиксированию тех градостроительных решений, которые нам будут нужны. Включая проезды, включая инфраструктуру, включая какие-то общие зоны, которые должны быть предусмотрены в планировке территорий. И выход при необходимости на принятие соответствующих градостроительных документов, проект планировки территорий или другие. Вот, пожалуйста, давайте до конца месяца вы соответствующие предложения внесите, чтобы мы имели не только количество земельных участков, а мы имели понимание о перспективном облике соответствующих районов застройки. Чтобы у нас максимально мы могли применить современные подходы к увязке этой деятельности, к целостному видению населенных пунктов. Задача, чтобы это был по большому счету населенный пункт или дачный массив, но какой-то упорядоченный набор пользователей, которые дополняют друг друга и имеют спланированный характер развития. Давайте вот к этой цели придем и координацию соответствующую будем проводить.